Механическая форсунка состоит в среднем из 5-6 деталей и основных всего две. А вот перед вами представлен инжектор системы Huey Caterpillar. Как видите, простотой конструкции эта форсунка похвастаться не может. В этом выпуске вы узнаете, почему на двигатель из системы Huey дизельное топливо попадает масло. За счет чего инженерам Caterpillar удалось избавиться от главной проблемы насос-форсунок, из-за которой технология совмещения инжектора и насоса на сегодня является устаревшей. Какую проблему система Huey переняла от Common Rail? Ну и конечно, посмотрим, как устроена система. Приветствую на канале Дизелист, как всегда, с вами Софиолин Николай. И начнем мы с вопроса, по какой же причине система Common Rail уже достаточно давно практически вытеснила системы с насос-форсунками. А дело все в злополучных евростандартах по вредным выбросам в окружающую среду. По факту механическая насос-форсунка мало чем отличается от обычного механического насоса, за исключением управляющего электромагнитного клапана. И суть в том, что в обычном насосе давление впрыска напрямую зависит от оборотов двигателя. К примеру, на холостом ходу это давление будет равняться давлению открытия форсунки. И уже только на высоких оборотах давление будет развиваться выше 1000 бар. Ну и соответственно, та же проблема касается и насос-форсунок. В свою очередь, Common Rail система может развивать максимальное давление независимо от оборотов. Ну и наконец, рассмотрим, что же такое система Huey. А с английского расшифровывается как насос-форсунка с гидравлическим приводом и электроуправлением. Да-да, в этой форсунке имеется плунжер, но нажимается он не распредвалом, а масляным давлением. Ну и соответственно, на двигателе присутствует дополнительный масляный насос высокого давления около 230 бар. Если же заглянуть внутрь инжектора, можно заметить, что сам плунжер имеет разницу площадей. Таким образом, если в масляной системе давление составляет около 230 бар, в свою очередь, топливо давит на сопловые отверстия уже с давлением около 1600 бар. И опять же, зависимость от оборотов двигателя отсутствует. К привеликому сожалению, инженеры Caterpillar прихватили от системы с общим давлением не только плюсы, но и минусы. И минус как раз таки заключается в общем давлении. В данном случае мы не имеем топливной рампы, но эту функцию как раз выполняют каналы в ГБЦ. Вследствие получается, что все форсунки объединены масляным каналом, и в случае повреждения хотя бы одного инжектора, общее давление будет через него теряться. В таком случае, трудности проявят себя в первую очередь на запуске двигателя, так как производительности насоса уже будет недостаточно в данных обстоятельствах. Также одной из частых проблем этой системы является попадение топлива в масло, и касается это двигателей C7 и C9. Опять же, существует эта проблема в угоду функциональности, а дело все в инертности внутренних компонентов. То есть, для того, чтобы форсунка могла быстро срабатывать, как и на системе Common Rail, в частности для того, чтобы осуществить предварительный впрыск, пришлось сделать конструкцию таким образом, что давление масла управляет не только клапанами и давлением пунжера, но также и закрытием иглы распылителя. Проще говоря, чтобы форсунка могла быстро прекращать впрыск, масло закрывает иглу. К сожалению, выявить такой неисправный инжектор уже можно будет только на сервисе. Кстати, двигатели 3126 такой проблемы не имеют. Конструкция форсунки гораздо проще. Имеется всего один управляющий золотник, а в C9 и C7 их два, а предвпрыск реализован за счет проточки на плунжере. То есть, в момент движения плунжера за счет этой проточки впрыск прекращается на короткий промежуток времени и моментально возобновляется. Резюмируем. Насос форсунки Huey Caterpillar имеют плюс в сторону экологичности. Соответственно, расход топлива, шумность и так далее. И не имеют плюса насос форсунок. А именно, независимость работы инжектора друг от друга. В сравнении с Common Rail ресурс форсунки не имеет большой зависимости от качества топлива, так как большинство компонентов работает в масле. Но отсюда повышаются требования к качеству этого масла и к своевременной его замене. Ну а на этом сегодня все, господа. Лайк, подписка и до встречи. Лайк, подписка и до встречи.